Друзья, сегодня 1 апреля. Ясно какой день, но будем говорить о вещах серьезно. Получаю Весточку от Савинища Александровича Красноярска. Это, что касается садоводства, это моя ученица, моя воспитанница. Человек, который сочетает в себе глубокие знания в науке. И путинская стипендиантка, красный диплом, уже второй аспирантка. И, наконец, она ведет еще и большую работу, достойную. Я думаю, уже, когда я буду вручать все-таки степень кандидат вновь, я бы сразу докторскому присылал в виде исключения. Но давайте посмотрим, что это. Вот она таких слов, которые я произнес. Аспирантка университета Решетнева стала дипломатом Международных конференций «Молодых ученых» 30-го года, 23-й год. Итак, 29-го по 31-го марта на базе Красноярского ГАУ при поддержке Министерства сельского хозяйства, 2-й департамента научно-технологических политик и образования проходит 16-й Международная научно-практическая конференция «Молодых ученых и инновационная тенденция развития физической науки». 29-го марта председатель подведения итогов работы научного направления «Актуальные проблемы агрономии, биологии и экологии» дипломатом 1-й степени награждена аспирантка кафедры селекции «Озеленение института лесных технологий» Министерства Шепнева Е.А. Савинч». Внимание! На конференции Елена представила доклад на тему «Изменчивость параметров плодов и урожайности сантом абрикоса махновенного» в южной части земледельческой зоны Красноярского края. Научный руководитель аспирантки доктор Сельхоз в успехе с капитрой селекции Р.Н. Матвеева. Вот. И сейчас приступаем к главному. Где проводилась работа. Догадайтесь одного раза. Итак, наша работа проводилась в коллекционной саду «АФХ Дружба». Объектами селения послужили сорта абрикоса обыкновенного, академия «Байкоролевский» и сорта «Байкоролевский» поздний «Филипп». Дальше, значит, ну вы знаете, это самое, что такое «АФХ Дружба»? «АФХ Дружба» это Железа Валерий Константинович на данный момент единственный представитель. Теперь так, надо бы нам посмотреть, прежде чем читать дальше. Поздравляю за вот это вот, за этот диплом. И, наверное, мы сейчас глянем. У меня есть досье на всех вас, выдаюте. Это для будущих садоводов выдающихся и уже выдающихся. Давайте посмотрим, где-то посередке уже находится Ирина Санна. Она, здесь фотографии разные, я буду коротко, быстро комментировать, почему. Сует ли она того, чтобы ее выдвигали на диплом, на кандидата наук, доктора наук. Это еще и ее сад. Ее, ее, но уже видно, никаких штампов идиотских искусственных наружений и прочее, прочее. Ну а дальше начинается практика, подождается пять лет, да может шесть, кто это там считал. Вот он, КПХ Дружба. Вот это вот, вот это вот. Ну, пришлось это заставить ее работать, заготовку черенков. Вот, вот она. Вот. Ну, еще один будущий авторитет, мой внук Тимошка. Это обрезка для того, чтобы получить черенки на прививку. И специальную обрезку, чтобы на следующий год черенков стало даже не меньше, а больше. Обратите внимание. Вот та, что с ней прививка. Это скелетная прививка. Видите? Вот она, вот, прекрасно видно, вот это. Чужородная, как бы, ветка. Привита врачем. Я стараюсь поменьше комментировать. Просто посмотрите, чему за эти годы можно научиться. И надо бы, чтобы все 11 так учились, а не 11 тысяч или из миллиона. Вот. Видите? И уже, уже в 21 году, вот эта работа была опубликована. Ну, догадайтесь, откуда фотография, догадайтесь, откуда информация. А вот, смотрим. Здесь много хитростей. Хитрые хитростей. Каждую из этих фотографий в свое время я прокомментировал. Каждую. Ну, вот. Видите на дальнем плане? На дальнем плане мои абрикосы, мои груши, это соседский сад. Что вы думаете? Растут себе, никому не мешают. Плодоносят, сумасшедшие урожаи. Но каждое весло, он их берет, берет, берет. Я ничего не могу поделать. Я говорю, Саша, ну, прекрати ты это делать, дуримается. Нет. Я читал, я знаю. Вот. Это мы себе посадили абрикос-академик в виде косточек. И вот это весной, на третий год мы будем делить эти саженцы весовой. Когда земля оставит. А это по опасности обрезки. Стоит только обрезать. Вот результат. Вот это учеба. Вот это настоящая практика. Это тоже практика. Вот. Лежит себе человек, отдыхает. Я говорю, Александр, давай-ка я тебя щел тут в такой виде. А зачем? А затем, чтобы показать, что в моем саду никто не надрывается, никакой каторги нет. А она саду снилось. Вот. Комплекс они не... Тут ни к чему. Это я брать с Иванушка. Это учебная снимка и для меня, и для моих фирмах, и для моих статей, и для ее работы. Для ее учебной работы. Этикого помощника обзавелись каким помощником. Это она повела ко мне знакомиться со своей подругой. Начальник лаборатории. это уже университета залаб долго искали грибы в моем саду и не нашли но это особое место уникально с этой скалы я провел в Енисей сейчас правда уже боюсь прыгать вот это настоящая учеба вы знаете друзья одна из главных а надо проверить идет не запись идет одна из самых страшных проблем в нашем садоводстве это то что многие ученые не умеют привать вот зато они знают такие слова как кастрация вот презервативочки марликова вот бесконечная искусственное пыление я считаю которое не должно быть вообще в саду не должно быть вот ее работа черешня ну что ли черешня черешня сала как сала по-другому сибирь а вот это особый снимок потому что она оказалась настолько наблюдательной и нудной извините за это слово или на саду что когда я говорю что нету у меня плен на сливе все таки она там на вишне все таки нашла после таких абрикосов что она должна думать долго не думала приехала в мой сад вот предает сопротивление руководителя прежде университета сельхоз университета красавиатского но и не прогадала в общем студенты должны заниматься ну а тут уже кое-что вот видите ну скажите это не успех а поздравляю Ирина Садна вот мы сейчас вернемся еще к твоему этому диплому диплом информации про диплом а пока вот запомните ее улыбку ее это самый первый успех вот такой вот даже владение белокосовым рамками даже выходил в программу всех студентов всех вот сколько недочетов недочетов сколько недоработок как как отстало садоводство вот я имею ввиду садоводство научное садоводство преподавательское это просто феномен какой-то одна на тысячу или одна на миллион умеет владеть рамками это дерево у меня вебинар будет послезавтра понедельник я эту фотографию покажу и покажу пень который остался от этого дерева только потому что сосед спилил одну боковую ветку а вторая за ней погибла прошло время погибла третья и наконец четвертая то чего это а вот он не просто этот самый он хороший был завгард да он начитанный был этот самый начинался всякой извините изображение херни вот редко ему не понравилось лишнее вот видите вот такие вот просто дает дерево просто дало все это от пяток до вытянутой руки молодняк наш хоть бы кто-то извиняется доводом мне было бы побирать легче вот это и чаще случаи когда тля но она не просто тля это тля в этом питомнике а питомник да голая почва всегда когда голая почва будет тля всегда но питомник обязан иметь эту самую голую почву в это черный пар что поделать готовный питомник это его недостаток ну что поздравляю Лена Александровна первые успехи привык к черешне на вишню еще привык черешня на вишню вот мне хочется все показать они далеко не все черешня еще одна брянская розовая пылят некому урожай жидкий вот она первые успехи вот интересно кому вот мне пошла серия вот этих фотографий с телефоном да кому она докладывает понятия не имею вот именно так шеф ваше задание выполнено значит вырастет вырастила вот какие будут приказания наверное к Патвеевой звонила профессору заслуженному агроному за ее руководителю наверное но это можно не смотреть вообще мы мужики вот в любом возрасте 85 лет тоже не препятствую чтобы любоваться такими красавицами это нутая дама которая слева обнаружила 20-летнее дерево брушевого до которого выросла с моего саженца где же поселки красный хутор только я 20 лет этого не знал вот это особая фотография это ее брат Севадушка а я бывший специалист по повышению безопасности а в Норильске я еще был командиром газоспасательной дружины кроме своей профессии а основная профессия у меня была инженер старший мастер гидроэнергетического отделения самого крупного никелево гидроэнергетического отделения в мире вот и у меня все противогаз так и провалялся я использовал эту подогревшую я всегда делаю исключение из правил для того чтобы сказать всем жителям высотных домов где хотите доставайте противогазы я всегда пользуюсь никогда не упуская такой момент сказать поделиться опытом из десяти всех каждый на пожаре девять умирает не от того что их огонь сожрал задохнулись от дыма не дожидаясь спасателей еще раз жителей высотных домов нужно иметь дом вот такие противогазы ну возвращаемся снова вот это за моим компьютером работает снова снова учеба 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 вот доказательство того что на кончиках ветра растут много лет абрикосы груш а их беспощадно обрезают потому что даже не знают об этом 19 веки какой-то человек сказал что эти ветки лишние многие поколения я это называю попугаями вот настоящая работа куда девается листва которую нельзя убирать из сада которое святое которое неприкосновенно даже на черешни самое слабое на мороз вы никогда не найдете ни одного пятнышка парфюм или в ваниле тоже не найдете и на персиках не найдете сколько искали какое горе не найти а теперь до сих пор живо и прекрасно себя чувствует вот то есть два года спустя учебные фотографии у нее дайте как получилось сейчас скажу 5 января видите видите ничего не путаю минус 18 видите тут же переезжаем на ту сторону подъезжаем и уже минус 28 разница 10 градусов разница лево бережем и право бережем и настоящая середина проходит именно в моем саду разница 10 градусов вот ну а это уже кусочек субтропиков это уже святое сохранить на всякий случай ну а дальше опять градусы градусы градусники ну при совете было минус 30 а сейчас мы подходим к главному вот наша героиня вот она вот она сессия СНГ для России СНГ у ровно которого она выступала вот она выступает наша героиня вот а теперь смотрите это ее доклад внимание подвой абрикос манджурский слива китайка уссурийская груша сибирская ягодная яблони вспоминаю так теперь это особенности сибирской технологии тут не хватает одного слова на будущее потому что у тебя опять ты уже сейчас в Екатеринбург едешь у тебя опять будет это похоже наверняка похожая тема о сибирской технологии слова не хватает селекции особенности сибирской технологии и селекции именно в условиях селекции сейчас объясню на следующий пункт уличная капулировка нам же надо максимально здоровое дерево иметь вообще принятую капулировку исключаем прививка в основании штамба и только нижним фрагментом черенка еще раз основание штамба и нижний фрагмент вот это и есть сибирская технология ранняя прививка марта апреля максимально там используем бутылки где идет день за два максимально используем короткое сибирское лето посадка на холмы а куда деваться вот это идеальное сохранение на холмы лучше сохранение сами знаете самое слабое место это корневая шейка основанию штамба полив только в питомнике ну это понятно питомник чтобы кормить дождевание именно дождевание самый лучший способ полива дождевание зимовка в питомнике то есть вот оно под открытым морозом так и растет естественно заделение почвы в саду вот видите сколько всего вот это она про это рассказывает я не знаю что после этого вот же это вот оно да что после этого изменится не знаю что изменится выслушали а дальше что боюсь что ничего знаете наверное пока хватит об этом там еще много фотографий возвращаемся сюда итак колесо до саду вы уже поняли где уже Елизава раз применяем схему посадки ну и вот сейчас возраст в общем вот это уже детали я их пропускаю пока что тут еще интересно урожайность задавали вопросы на то что думаете после того когда она сказала что это красный хутор меня завалили этими гостей дважды привозила очень крутых садоводов Касаярска но не дали того так ой-ой-ой Касаярский край богат не только лесными садоводцами но и истории садоводства это отдельная тема еще что и наконец в конце концов создание целевых наслаждений интерес представителей на работе диплом первой степени такого высокого уровня не случайно комментирует наш руководитель это профессор Матвеева вот мы знаем друг друга уважаем друг друга вот потому что это наша общая это самое воспитанница Лена Санна ее и моя и наверное на этом все в общем вот такой доклад состоялся диплом состоялся и через неделю она едет дальше покорять науку она едет в Екатеринбург и опять какая-то конференция вот сейчас всеми поздравляю потому что уже то что ее туда пригласили это есть когда-то господи хоть бы его заметили вот прям открытым тесном говорю хорошо бы чтобы нашу нашу даму вот эту вот сейчас подберу еще сниму вот которая имела наглость приехать будущей студенткой приехать участвовать в курсах по повышению наряду с профессорами докторами и кандидатами наук вот это о многом говорит вот она видите я покажу вот левее от красной от женщины в красном костюме вот она и что получается значит вот так хочется чтобы найти какую-нибудь фотографию очень надо чтобы ее заметили в Москве очень надо чтобы ее пригласили работать в Москву уже как специалиста такого уровня которого сейчас в науке начиная от аспиранта и выше нет никого ее уровня никого есть еще этот самый Ваулин в Церябинском университете Мирский институт вот на моей технологии тоже вырос и на моих этих сеансах абрикосов вот пожалуй еще два человека на всю страну маловато и у нее такие должны быть и ей даже дать или кафедру вот это если учить студентов или ей должны дать хотя бы как минимум значит отдел в селекционном институте но уже там в Москве там сам отстала теперь это уже Москва а не Сибирь в Москве догонять надо она бы быстро продлила или это моя мечта учитывая ее внешность учитывая ее знания учитывая обаяние чтобы она еще оказалась ведущей федерального канала чтобы сразу миллионы учить сразу вот на этом пожелании я заканчиваю этот разговор поздравляю садо очередной рубеж но это все еще не тот уровень вот расти 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 хорошо бы преодолевать сразу сразу не по ступенькой подниматься а по три ступеньки до свидания до свидания до свидания